Уважаемый Дмитрий Дмитриевич, вот все эти слова про переработку, про тщательные расчеты, мы слышали на прошлом этапе мусорной реформы. Тоже все было рассчитано, тоже все было спрогнозировано, обернулось преступлениями, о которых так красочно сказал Александр Дмитриевич. Уважаемый Дмитрий Дмитриевич, скажите, пожалуйста, а кто-нибудь ответил за обман, который здесь допускался в прошлый раз, была работа над ошибками? Когда аудитор Мейс сказал, что со всех собирают за мусор, перерабатывают 7% мусора, он после этого был лишен свободы. Вот сейчас вы говорите, что 600 миллиардов рублей заберут у бизнеса и цены не вырастут. Вы это всерьез говорите? Вот сейчас, здесь. Вы говорите нам, что вы закон примете, а вот что этот закон означает, ну мы потом проекты постановления вам покажем, и вы узнаете, что вы приняете. Это нормальное отношение с государством для вас? Это для вас правильно так сказать? Уважаемый Михаил Геннадьевич, спасибо большое за вопрос. Часть тезисов, которые вы сейчас в своем вопросе использовали, не звучали ни из моего доклада, ни из докладов Александра Боища. Это коллеги оперировали теми данными своих вопросов, на которые вы сейчас ссылаетесь. Что касается показателей реформы, ну давайте я еще раз поподробнее на них остановлюсь. Значит, у нас были четкие планы до 2024-2030 года о выполнении взятых на себя обязательств государством. Это федеральный проект твердой коммунальной отходы. Показатели 2022 года по обработке, 32% выполняли мы 49, больше. Вот, наверное, цифра, на которую вы ссылаетесь, это следующая цифра. Показатель по утилизации, ну коллеги, прошу не путать терминологию, я не в плане того, что какую-то критику с моей стороны, просто четко разбиваю. Мы брали на себя планы обработать 37, утилизировать 7 и захоронить 92. Обработали 50, утилизировали 12, я округляю, с вашего позволения, и захоронили на 11% меньше. Это как бы... Ну давайте я еще раз... Ну давайте я еще раз... Субтитры сделал DimaTorzok